В Пермском арбитражном апелляционном суде за год рассмотрено 19,5 тысяч дел. Основная категория – это экономические правоотношения между субъектами. В среднем нагрузка на одного судью составила 62 дела в месяц или около трех в день. Достаточно большой пресс, если учесть, что большинство дел касалось суммы свыше миллиона рублей. Что заставляет бизнесменов обращаться в суд? Чаще всего в инстанции решались споры, вытекающие из договорных обязательств и об административных нарушениях. Это значит, либо некачественно составлены договоры, либо обязательства не выполняются. В основном это не платежи или не отработка аванса. Такое положение подчеркивает состояние экономики в стране. Также бизнесмены очень часто не согласны с штрафными санкциями за свою деятельность. Рост этой категории споров, вытекающих из договорных обязательств, он провоцирует вслед за собой рост дела банкротства. Не исключаем, что и дела о банкротстве будут расти. Мы, в общем-то, и в 2014 году ожидали роста этих дел. Но, как ни странно, в 2014 году было снижение количества дел о банкротстве. Но количественное снижение, а дела стали значительно объемнее и сложнее. Также в апелляционном суде отметили рост более чем на 60% дел, связанных с земельными отношениями. Это связано с тем, что многие не согласны с новой кадастровой стоимостью участков. Порой она завышена в несколько раз. И поэтому, чтобы ее оспорить, многие из бизнесменов идут в суд. Есть категории дел, оспаривание которых сократилось. Так, очень сильное снижение наблюдается за последние годы по налоговым спорам. С 2005 года с 400 тысяч произошло снижение в 4 раза. Сейчас есть желание по этому же принципу решать дела с антимонопольным ведомством. ФАС тоже сейчас работает над тем, чтобы в своей системе внедрить вот эту систему внутренней апелляции. А количество споров, связанных с антимонопольным законодательством, вот это количество споров, оно увеличивается. И они, в общем-то, представляют собой значительную сложность. В целом, в 17-м арбитражном апелляционном суде отметили возрастающие качества вынесенных решений по рассматриваемых на предварительном этапе делам. Андрей Вылежнев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».